Всем привет, ребята! Меня зовут Лера Антипова. И в этом видео я бы хотела показать вам несколько базовых распевок для начинающих и продолжающих вокалистов. Первое на закрытый звук. Позволяет нам очень мягко разогреть все лесна, начиная от грудной клетки до лица. Позволяет нам очень мягко разогреться. Позволяет нам очень мягко разогреться с лицевыми резонаторами. Отправляем звук как бы больше к лицу. Чувствуем, как у нас резонирует лоб, скулы, зубы, нос. Все лицевые резонаторы. От этого будет легче продвигаться к высоким нотам. Субтитры создавал DimaTorzok И идем обратно. Я не буду показывать целиком, чтобы не занимать лишнее время в этом видео. Следующая распевка на звук Р. Это самая универсальная распевка, с помощью которой мы можем очень легко задействовать все наши регистры. От самых низов к самым верхним регистрам. Упажнение довольно широкое, но занимает больше, чем целую октаву. На терцию больше. Очень легко соединяем все регистры. Как будто это вовсе не заставляет нам труда. Не прикладывая субокусей. Просто звучимо все. И так далее. Спускаемся вниз. Дальше будет полезно поделать что-нибудь со слогами. И возьму простую мелодию. И такие слоги. Примерно так. Здесь очень важно открывать рот, открывать передние зубы верхние. Упражнение делается как бы на улыбке. Все время мы поднимаем наши щеки ближе сюда, к верху, к скулу. Стенри-тенри-тенри-тенри-тенри-у-ди. Субтитры сделал DimaTorzok Причем чем выше мы поднимаемся, тем больше нужно отправлять звук вперед, к передним зубам, поднимать верхнее небо выше и выстраивать весь звук как бы по горизонтали, от затылка к лицу вперед, от затылка вперед сюда, мы вот сюда как бы выстраиваем весь звук. Ни в коем случае нельзя делать это упражнение с закрытым ртом, то есть это неправильно, звук становится плоским, от этого позиция падает и падает интонация сразу же. То есть вы автоматически начинаете занижать ноты, когда ваша позиция низкая, лицо не участвует никак в формировании звука и все такое достаточно опущенное. Ни в коем случае. Обязательно позиция должна быть очень высокой. Все должно стремиться сюда, как бы к улыбке, к передним зубам. Стей, стей, дей, 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 дей. Следующее упражнение на гласные звуки. В сочетании со слогами, со гласными буквами. Будем держать буквально одну ноту на разные слоги с окончанием в гласные звуки. Ма, мо, ми, мо, му. Казалось бы, довольно разные слоги, но суть упражнения в том, чтобы мы как бы держали одну единую линию из звуков, которая никак не прерывается. Мы как бы вливаем один слог в следующий. И так бесконечно, пока упражнение не закончится. Ма, мо, 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 Здесь важно выстроить звук как раз-таки больше не по горизонтали наружу, а немножечко на макушку, как бы немножко уходя в академизм. Совсем чуть-чуть. Это для того, чтобы правильно выстроить гласные звуки, так, чтобы они резонировали у нас как бы по всей голове. Мне очень нравится делать это со своими учениками упражнений в два голоса. Как правило, ученики поют нижний голос, а я пою верхний в танцу. Получается очень красиво. То есть ученик поет. А я сверху просто добавляю. Так получается интереснее просто немного. Так что, если у вас есть вдруг партнер по занятиям, вы можете с ним делить это упражнение на два голоса. Так будет красивее. И последнее упражнение, в котором помимо звукоизвлечения еще используется дыхание. И звучит оно там. Стоит отметить, что в этом упражнении вы можете использовать совершенно разные слоги. То есть, в данном случае я делала «ма», но я могу сделать еще и другие. И так далее. Вы можете их чередовать как угодно и продвигаться вверх до того момента, как вам перестанет быть удобно. и возвращаться в них, также чередуя разные слоги. Всем спасибо за внимание. Это была Лера Антипова. Подписывайтесь на мой канал. И жду вас на уроках вокала. Спасибо. Пока. Всем удачи.